Началась иммунизация от коронавируса еще одной вакцины в Югре сегодня. Напомним, наравне с гамм-ковид-вак в поликлиниках теперь будут использовать эпивак-корону. Этот препарат был разработан в Новосибирском научном центре «Вектор». В конце прошлой недели в регион доставили первый транш в 8100 доз. Упаковки эпивак-короны уже транспортируют в пункты вакцинации округа. Например, в первую поликлинику Сургута привезли 300 доз медикамента. Главный врач медучреждения Максим Слепов рассказал нашей съемочной группе, чем отличается одна вакцина от другой и стоит ли отдавать предпочтение спутнику ВИ. Это тот же гамм-ковид-вак или эпивак-короне? Давайте будем идти от того, что есть. Есть эпивак-корона, прививаемся эпивак-корона. Есть гамм-ковид, прививаемся гамм-ковидом. Эффективность этих вакцин, еще раз повторюсь, доказана. Побочных эффектов ни у той, ни у другой вакцины на сегодняшний день значимых нет. Есть обычные, как мы уже говорили, возможно, гриппоподобные состояния, возможно, болезненность в месте введения инъекций. То есть это нормальные иммунные реакции на любую вакцину, не только коронавирусную. У гамм-ковид-вак и эпивак-короны различается технология производства. Спутник ВИ – это обезвреженные частицы аденовируса, в которые введен ГЕЦ с кодом шипа коронавируса. Этот белок, отмечу, не представляет опасности для человека. При инъекции первым компонентом препарата запускается иммунный ответ организма. Второй компонент разгоняет его и усиливает. Эпивак-корона – пептидная вакцина. То есть это искусственно синтезированные небольшие белки инфекции. При создании препарата, пишет Минздрав, использованы три вида пептидов, а также белки-носители и вспомогательные вещества, которые нужны для проникновения вакцинальных компонентов в организм. Эти пептиды распознаются иммунными клетками привитого человека. К ним вырабатываются антитела. Если после вакцинации происходит встреча с COVID-19, то иммунная система узнает врага по пептидам и отразит атаку. Еще одно отличие между вакцинами – разные условия хранения. Эпивак-корона может содержаться при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов, то есть достаточно обычного холодильника. Гамм-ковид-вак хранится только в морозилке при минус 25. Она также двухкомпонентная, вводится в два раза, как и первая вакцина. Единственное отличие, если гамм-ковид, второй компонент вводится через три недели, четко обозначено, то вакцинация вторым компонентом эпивак-короны проводится по рекомендациям через 2-3 недели. То есть там немножко более широкий размах, скажем так, для второй вакцинации. Отмечу, ежедневно в Сургуте прививают примерно по 400-500 человек. На сегодня первым компонентом вакцины в городе иммунизацию прошли 26 тысяч жителей. 13,5 тысяч из них привились вторым компонентом и завершили процедуру. В целом план по вакцинации для формирования коллективного иммунитета в Сургуте 176 тысяч человек. Максим Слепов отметил, что до конца недели в Югру в общем объеме должны поступить еще 63 тысячи доз вакцин от коронавируса.